Прежде чем начать ремонт оснований, нужно сделать анализ. Почему ручка отломалась в данном основании? Основание это называется Андрокинетис. Вот видите в каком месте произошел разлом. Смотрим, с чего состоит основание в данном случае. Центральная несущая часть, вот красненькая видно, измеряем. Толщина 3,5 миллиметра. Излом характерный для древесины бальза. Очень пористый, довольно-таки пористый, мягкий. Естественно он никакой, никакого усилия против излома не несет. Это как наполнитель получается. Дальше смотрим. Идет шпон. Шпон 1 миллиметр. Но самое главное, самое главное, что этот шпон, шпон, его здесь видно хорошо, 1 миллиметр толщиной расположен, волокна расположены горизонтально, то есть не вертикально, не вот так вот, а вот так, в горизонтальной плоскости. То есть 1 миллиметр с одной стороны и 1 миллиметр с другой стороны, то есть 2 миллиметра. Тоже этот шпон никакого не дает усилия на излом основания. Я не знаю, технологи, наверное, знали, как правильно делать. Видимо, это специально сделано, чтобы она быстро ломалась. Хотя это основание среднего класса. Дальше идет шпон, покрытый шпоном, толщиной 0,4 миллиметра, то есть сверху еще 0,4 с этой стороны и 0,4 миллиметра с этой стороны. Здесь шпон нанесен правильно, вот видно, да, структуру. Вот здесь уже будут усилия, сопротивление усилия на излом будет создаваться. Вот 0,4, 0,4, 0,8 миллиметра. И здесь даже не так будет на излом, как на растяжение, так как имеется толщина основания. И здесь и излом, и растяжение на растяжку. Вот. Так что мы, в общем, проанализировали, почему это основание так легко сломалось, отломалась ручка. В дальнейшем при ремонтах, при ремонтах и при изготовлении оснований, это нужно учитывать. Правильно располагать направление слоев шпона. Для того, чтобы сделать ремонт до данного основания, нужно подготовить, сначала подготовить основание. В данном случае уже я подготовил, видите, вот видно здесь, сверлом, сверлышком, так как у нас 3,5 внутренняя часть, сверлышком на 2,5 миллиметра с учетом биения, фрезеруем вот такую нишу. Вот она видно, да? Фрезеруется ниша здесь и фольгируется ниша в рукоятке и здесь. Видно хорошо, да? Пройдена фрезура. Дальше. 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 Берем шпон. Я, допустим, в данном случае применяю именно шпон с орехового дерева. Вот он такой. Видно хорошо расположение волокон, как в нем, да? Из-за чего? Он очень вязкий, очень вязкий. И на растяжение его трудно разорвать. Естественно, поломать можно, но он упруг тоже, а на растяжение он очень сильно держится. И вырезаем заготовочки. Так как шпон, толщина шпона, в данном случае отмеряем мы его. У него так 0,6 миллиметра. 0,6 миллиметра, да? Вот вырезаем вот такие вот четыре штуки. В данном случае четыре пластиночки вырезаны. Это 2,5 миллиметра. Вот общее 2,4 плюс клей. Это будет около 3 миллиметров. Значит, при выкройке, когда мы делаем выкройку, вот посмотрите, видно, да? Наверное будет. Направление где-то под 45 градусов. В одну сторону. Следующая такая же. Вот выкройка, да? Но здесь уже будут в обратную сторону слои идти. И две, две. Вот вертикально вот так вот расположены, расположение, направление слоев. Складываем их. Промазываем клеем. Складываем. Вот желательно, значит, по направлению вправо направление. Это влево. Две вот так вот. Сюда, это сюда. И вертикально одна, и сверху вторая вертикально. То есть вот эта часть уже будет трудно сломать в этой части, тем более на разрыв и сломать. Вот это будет вставка, которая укрепит нашу ручку. К игровой части. Вот она будет так вот вставляться. Вот таким вот образом мы вставили. Видите? Вот это будет заготовка. На клею. Ставится на клею эпоксидный клей, как я уже говорил, как его приготовить. И затем подгоняется, в данном случае еще не подогнанно, потом я буду подгонять размеры, когда проклеится. Подгоняю тут размеры. Вот. Насаживается ручка эпоксидным смолом и главное нужно соблюсти то, чтобы ручка была горизональная. То есть в одной плоскости игровая часть и ручка, чтобы были в одной плоскости. Иногда бывает, что такой перекос происходит. Нужно это соблюсти. Все. Подгоняем четко, потом мажем клеем, смазываем, подставляем скотч и закрепляем в жемки, в тесы, в кого что есть. Вот. После того, как склеится, делается ручная обработка. И основания практически будут готовы. Уже в этой части ручка не отломает. Спасибо за внимание.